Ребята, всем огромное здравствуйте! What's up, YouTube, YouTube! What a good man, hey! Чё ты там обычно орёшь? Вами, как всегда, непревзойдённые рыжие бороды, слишком громкие сегодня! Денис! Грильков у него есть свой канал! У него больше миллиона подписчиков! Стали конкишиев! Где-то там он там! Всё нормально, он сравнивает кильку, красную икру, у него всё хорошо! Ну ещё я делаю рецепт, на секундочку. Ещё он чё-то там готовит. В смысле, чё-то там, блядь, чё-то там. Видел последний рецепт, чё-то ты там готовил. Ладно, хорошо. Денис, что у нас сегодня... Во-первых, господа, это последний выпуск. Сегодня можно действительно запустить грустную музыку, потому что сегодня Мохнатка уходит на покой. Да, у нас уже есть вот такая вот штука. Слушайте, вообще офигенная Олежа дружие от души душевно в душу, как говорится, потому что он подогнал прям вообще с кого-то... А можно я театрально выкину в окно её? Вот эту или... Мохнатку? Нет, Мохнатку не трожь, не трожь. Во-первых, ты будешь выкидывать в закрытое окно, а это грядёт тем, что окно будет разбито, хочу заметить. Дядь Денис, чё сегодня за выпуск? Афанасий. Сегодня у нас пиво Афанасий. С чем связан данный выпуск? С тем, что... А сегодня у нас рейтинг тушёнки. Не, на самом деле, давай так, серьёзно, что два года назад мы делали обзор, это... Я не могу... А два года назад? Ну, по-моему, полтора, наверное. Ну, по-моему, это было на улице. Это не было... Это не было дома. Это у тебя было. Да, это было на даче. В чём был прикол? Пацаны нам сказали, что мы бы хотели получить на себя свой обзор. Мы отсняли обзор. На самом деле, он был такой, знаете, типа, это нравится, это нет, это нравится, это нет. Не было такого, что мы такие... Это не про рекламную историю, сразу вам скажу. Здесь не будет такого, что мы будем шелепетить и тому подобное. Просто вот такой вот обзор. Я не знаю, как это ещё объяснить. Скажем сегодня всю правду, что мы думаем. По поводу того, почему сделан сегодняшний, наверное, скорее всего, обзор, это потому, что вышло новое пиво от них. Это марочный. Марочное новогоднее, если я не ошибаюсь. Подарочное. Подарочное, да. Оно есть безалкогольное. И оно есть безалкогольное светлое. Насколько я понимаю, ты мне сегодня сказал, что где-то видел тёмное. Да. Я, честно говоря, не видел. Потому что я сегодня покупал... Слушай, я сегодня... Ну ты вот это покупал в магазине в их, я так понимаю. Я сегодня покупал в супер пафосном магазине. Не всё. Я купил вот это, вот это... Вот это. Нет. Вот это и вот это и вот это я купил вообще в другом магазине. Там разливное. Вот чтобы ты понимаешь, это разливное пиво. Оно было ещё какое-то... Ещё какое-то было. Меня больше всего удивил... Я думаю, что про Афанасию особо никому не надо рассказывать. Все знают, что это пивоварня с историей. Что у них огромные обороты. Что они продаются во многих магазинах. Для меня они не знают особо, что мы сделали обзор вот на это пиво. Может быть, это будет некорректно к Афанасию. Скажем, как есть. Это разливное пиво. Удивительно. Вот это вот они не в курсе, что мы будем пробовать. Это не в курсе. И это тоже. Портер не в курсе тоже. Нам сказали, что больше марочная. Ребята, новая вышла. Мне показалось, что будет достаточно логичным. Ну, типа, два пива брать. Ну, это бред. Я взял на себя смелость взять, во-первых, портер, который нам на самом деле понравился с тобой полтора-два года назад. Я взял вот это и взял старомонастырский Эль. По-моему, его не было в предыдущем обзоре. Но, братан, самый прикол знаешь в чём? Что вот это пиво, вот это вот. Знаешь, сколько стоит? ХЗ. Ребята, честно, я... Не могу предположить. Это просто общение. Возможно, у вас в городе даже такого разливного нет. 160 рублей. А, ну я предположил... А можно мне вопрос тебе задать? Блядь, с бугельной пробкой 160 рублей? Что за бред? Литр. Ну, литр пива, конечно. Но это очень дёшево, на самом деле. Это очень дёшево, при учёте стоимости этой бутылки, которая, по сути, должно быть... Ну, здесь стоимость бутылки реально составляет, я не знаю... Ну, овер дохуя, мне кажется. Если брать в розницу бутылку с бугельной пробкой, это треть стоимость. Я не знаю, где её берёт Афанасий, но это для самогонщика вообще идеальный вариант. Если бы Афанасий ещё делали наклеивающие этикетки, а не пафосные надписи прямо в стекле, которые тоже стоят бабок, блядь... Это назывался так магазин, Макларен. Я не знаю, что это такое, это так назывался магазин. То есть я ввёл, короче, в Яндексе, где это продаётся, я это так и купил, короче, вот и всё. Ну да, это прямо... Это нанесено на уровне краски же, да? Это же не этикетка просто. То есть это дорого должно быть. Это дорого, но, ну, блин, вот самогонщик их бы проклял. Самогонщик? Да. А-а-а-а, а если в кипяток, если... Этикетку можно отмочить, оторвать и будет вот такая вот бутылка очень красивая с бугельной пробкой. То здесь хер чего оторвёшь? А если в кипяток? Нет, скорее всего, это нанесение, термонанесение, скорее всего. С чего начнём, дядь Денис? Безалкогольное. По поводу марочного. В общем, единственное, что мы вам хотим сообщить, то, что у нас есть какая информация по поводу нового марочного подарочного. В преддверии праздников пивоварня Афанасия выпускает лимитированную серию марочное подарочное. Покупаем любое пиво из линейки, ищем промокоды под стикером. После этого регистрируем их на сайте. Подожди, в смысле на сайте? То есть надо, типа, взять код, блядь, вот это прийти домой, да, всё, и зарегить. Ну, у тебя есть телефон, ты можешь зарегистрироваться. Чё можно выиграть, дядь Денис? Короче, выигрываем фирменные бокалы, ценные подарки, такие как автохолодильник, фитнес-браслет, планшет и куча другого. Всё можно узнать на сайте. До 31 марта регистрируемся, промокодируем, всё получаем. Промокодируемся, Денис? Да, промокодируем. Копим баллы, крутой подарок. Так, а где можно подробности узнать, Денис? На сайте. А слушай, где будут, Денис? В описании. Мне кажется, что мы рекламщики от боженьки просто. Ребят, всё, несмотря на это, правда, действуют акции, что бы не поучаствовать, это трушная тема. А теперь обзор. Ай, ты мой хороший. Вот ты знаешь, я начал понимать, в чём плюс бугельной пробки вот этой вот. На потолке не остаётся следов. На потолке не остаётся следов от другого пива. Итак. А почему на потолке не должно оставаться следов, вы можете посмотреть в ролике, который мы выпускали до этого. Да. Новогоднее пиво. Слушай, ты рекламщик от бога, брат. Мы, мне кажется, на этом диване становимся немножко. А вот здесь сколько баллов? А как понять, сколько здесь баллов-то? А, здесь получается 5 марок. Вообще, в моём детстве марки это было немножко... Да, здесь код. Какие марки? А, ну вот, да. Вот код ты его регистрируешь. Ага, ну ладно. Сейчас зарегистрируем. Алиса. Сука. Ты можешь зарегистрировать код на сайте Афанасия? А что мне нравится будет? А, я тебе дам фирменный бокал, Алиса. Заманчивый, ребята. Классно, знаешь, что самое классное? Даже Алиса говорит, что это заманчивое предложение. Нет, знаешь, что самое классное? Что люди не будут слышать, что говорит Алиса, а они подумают, что ты просто ёбнулся. Ладно, давай, в начале безалкогольное. Вообще про безалкогольное у нас скоро будет выпуск. Она всё ещё говорит. Алиса, завались. Спасибо. Я что хочу сказать. По поводу безалкогольного мы планировали выпуск. Я думаю, мы его сделаем. Потому что колоссальное количество безалкоголя. Я не знаю, что Афанасия делает безалкогольное сейчас. Ну, он, кстати, пахнет евролагером, опять же. Что для безалкогольного пива является явным плюсом. Меня знаешь, что немножко садануло по глазам? Для спортсменов. Вот, для спортсменов, ты понял, да? У нас с тобой одинаковые темы саданули. Ребята, безалкогольное для спортсменов. Но с другой стороны, у меня в этот раз приходил Димка, который занимается там пауэрлифтингом. О, я кандидат в мастер спорта по пауэрлифтингу. Да? Да. Совершенно по тебе незаметно. Ну да, я тогда, когда был кандидатом в мастер спорта, весил в начале 60 килограммов, потом уставал в категории до 62,5. Поэтому я сейчас вешу, извини меня, 77-78. И я сильно отличаюсь от того высушенного скелета, которым я был тогда. Брат, 101. Я чуть-чуть больше. За твои 101. Я чуть больше. Давай за чуть больше центнера. Это Айкос. Это не я шептуна пустил, это Айкос. Я честное слово говорю. Это, знаешь, как Алёша два мешка картошки. Ну, блядь, я не разбираюсь в сортах безалкогольного. Вот солдовая составляющая есть, хмелевой нет совсем. Хмеля нет, да, но солдовая есть. Обычный еврологи рок, который почему-то не подохмелен. Если бы безалкогольное пиво охмеляли бы больше, чем это делается вот в этих образцах, это было бы просто кайф. Я встречал гораздо больше образцов безалкогольного пива, которое пьется гораздо хуже и гажа. Вот это вот прям как бы... Например, Клауштар. Тот же самый Клауштар, это вода. Вот это прям как бы на уровне какой-то... Не знаю, с чем сравнить. ...выдохшейся Голландии скажут, что только алкогольный на секунду. Нет. Алкоголя здесь нет. Алкоголя здесь на секунду до 0,5. Ну 0,5, это нормально. Или 0,3. Не, 0,5. Иса, а что дальше? Резиновые женщины? Не, 0,5, все правильно. Ну, я скажу так. Расценивать это как пиво я не могу, честно тебе скажу. Сладковатый еврологи рок. Солодовая водичка. Но если с учетом того, что это брать как безалкогольный... Ну, хмели нет. Ну, не могу я это расценивать без хмеля, как вот пиво вкусное. Это нормально. Это нормально, но типа я такое не куплю. Я безалкогольное пиво не покупаю. Вот честно тебе скажу. Ну, я тоже. Ну, то есть как бы для меня это странный продукт. Да, это, наверное, людям, которые в теме, оно без каких-то... Я не знаю, кстати, можно или нет. Но, наверное, давай похуй можно. Пусть уже, если что, мы обосремся, так обосремся. Но если сравнить с Балтикой, ну, обычно рекламодатели не любят, когда сравнивают с кем-то и чего-то. Но здесь можно сравнить. Если брать тот же Клауштер или, например, Балтику 0, то это насыщенней. Если честно сказать, мне безалкогольное нравится от Микс Дебрюдок не нравится безалкогольное. Оно абсолютно бестолковое. А прикольно у Джоуса... Но... У меня нареканий как вот по безалкогольному пиву нет никаких, потому что... Ну, все, что я пил... Блин, нет, точнее, не все, что я пил, а из последних моих воспоминаний о безалкогольном пиве. 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 Так. Ну, там даже солдового вкуса не было. Там не было тела, вообще ничего. Там была какая-то сладкая водичка и все. Здесь хотя бы... Слушай, а есть тебе запретят пить пиво? Ну, кто-то это может сделать? Ну, я не начну пить безалкогольное. Не станешь, да? То есть, все равно это не твой продукт от счастья. Ну, можно представить, что есть для кого-то этот продукт. Просто для кого я никак не могу понять. Просто там его даже... Ну, опять же, если быстро удалить жажду летом, там, типа того. Я вот что-то редко вижу, когда приходят и безалкогольное пиво просят. Девочки, которые пришли с мальчиками, которые за рулем сеть не хотят, а девочки вынуждены. То есть, умные мальчики, хочу заметить. И не глупые девочки. Хорошо, молодые мамы. Не надо мамам вообще пить безалкогольное пиво. Спортсмены, да, а мамы нет. Мама, для чего и есть мама, чтобы сидеть и нормально отдыхать безалкоголя. Хотя бы до кормления. До прекращения кормления. Мне кажется, нет. Но я не прав. Ну, я не прав, да? Ну, хорошо, ладно. Может быть, я не прав. Не, ну это пьется как пиво. Да. Хотя бы так. Давайте... Не люблю безалкогольное, терпеть его не могу, но это пьется хотя бы как пиво. Вот мне вот это будет больше интересно. Это марочное, светлое, подарочное. Так, что у нас здесь? Классическая композиция с припасом горького хмеля, Денис. Подожди, я алкоголь хочу посмотреть. Так. 4,5. 4,5 алкоголя. Ну, он такой легкий, скорее всего, будет все равно. Сколько оно стоило? Вот это вот ступа 160 литр. Это я не помню. Что-то может быть в районе 70-80 рублей. Итак, марочное, алкогольное. Давай попробуем. Слушай, а в теории? Ну, вот в теории. А оно светлое просто. Слушай, а как оно безалкоголя делается? Вот как пиво можно сделать безалкоголя? Туда просто не добавляется что, дрожжи или что? Не, ну, у всех по-разному. Я впервые вижу такое. Да? Да. Обычно здесь просто кольцо, а белое видно. А здесь, на самом деле, вот так вот сделано, как шляпа. Я такой не встречал просто. Ребята, вы видели теперь все, как Денис играется с бутылкой. Ты будешь коллекционировать это? Кого? Ну, вот это. Но вряд ли. Ну, что, пенка есть. Что, пенка есть? Красавец. Слушай, а запах, кстати, очень похож на безалкогольный. Блин, я даже безалкогольный вылакал. Дай-ка я хотя бы немножко... То есть, ну, по идее, это же позиционирование немножко похожего такого, да? Или нет? Не, ну, Леш, это пахнет по-другому. Слушай, а можно вопрос? А почему такая газация хорошая у безалкогольного? Посмотри. Ну, что нет-то? А что такого? Что изменилось? Даже цвет похож. Здесь солодом больше, нет? Ну, чуть-чуть хмелем. Ну, здесь больше уже хмелем попахивает, и алкогольная составляющая чувствуется даже назад. Но в запахе нету никаких посторонок. Я не знаю, почему это называется праздничное. Это просто нормальное питкое пиво типа Евролагера. Ну, честно. Ничего плохого не могу сказать. Слушай, я сегодня у тебя чистил воблу, который тебе прислали из Астрахани. Так. Я ел красную икру. Так. И вместе с ней... И твой рот пачкался, блядь. Не, оно все в зубах застревало. Ага. Ты попросил зубочистку. Да. Ты сейчас... Что я пил тогда? Что-то... Какое пиво или что-то? Ты водку пил тогда? Нет, не водку. Водку. А что ты пил? А, то, что мы сделали домашнее. А, да. А потом вот это домашнее, то, что мы сами делали из эстракта. Так. Там вообще была вода-вода, блин. Астраханское вобла. И вот это пиво. Сочетание. Особенно икра от воблы вот с этим пивом. А жареный пузырь. Да. Слушай. Ну, это евролагер. Да? И я правильно понимаю? Абсолютно стандартнейший. Он же даже не сильно... Это ни в коем случае не пилснер. Потому что пилснер бы больше уходил в горечь. Она очень питкая. Перед новым годом? Не, я не уверен, что это прямо перед новым годом. Вот честно, я скажу. Если бы почему? Праздничная. Это просто хорошее... Я бы такой леток пил. Уже бы ты понимал. Вот когда ты ездишь к себе на дачу, я, может быть, сейчас, правда, опять же скажу такую вещь, после которой там будут какие-то у нас проблемы, но я не уверен, потому что люди адекватные. Если удешевить упаковку, то это пиво может... Это очень хорошо бы было. Ну, это я... Я могу такие вещи говорить, я не знаю, может быть, я не говорю... Просто, нет, Голландия это говно по сравнению с этим. Да иди ты в жопу, блин. Блядь, я не знаю, почему тебя так тащат эта Голландия. Сочетание цены и качества. Вот если положить вот это в бутылку Голландии, я брал бы вот это, честно говоря. Но по вкусу это выше Голландии. Ты же это, надеюсь, понимаешь? Ну да. Ну. Но здесь мы берем ценник за форм-фактор, за бугель, за вот это вот все, за возможность закупорить и может платать нести. Хотя зачем относиться дальше, если это вызывается вот так? А зачем? Это пьется очень легко. Тебе нет смысла вот этой бугельной пробки. Может, я не прав. Пиво обалденное. Это, ну как бы, это просто нормальный, хороший евролагер. Без каких-либо вот этих вот излишеств. Я, может быть, знаешь, что хотел? Чуть-чуть побольше хмеля здесь видеть. Вот честно тебе скажу. Вот чуть-чуть побольше хмеля. Огромный плюс в том, что здесь нет даже намека на косяк. Вот то, что я называю косяками всевозможные, здесь даже вот не предаться ни к чему. Ну, ты пьешь как бы, ну, заявлено светлое, да, светлое. Да, там по алкоголю сколько? Четыре-пять? Ну, оно так и пьется. Оно легенько. Оно легенько пьется, да. Не дать, не взять, как бы, а что? Ну, вот оно такое. Нет, оно хорошо. Я единственное, не понимаю, почему. Я думаю, знаешь, что, ну, так как мы с тобой тоже теперь пивовар, это как бы со стажем, скажем так. Мы из индустрии. Мне кажется, что вот эта тема новогодняя немножко должна с чем-то сочетаться. Может быть, елкой немножко отдавать. Ну, это, может быть, я знаю, что это мое мысленное какое-то такое, неправильное. Праздничное пиво у меня ассоциируется с этой водкой. Ну, правда. Это отличное пиво, чтобы оно было в холодосе. Все. Опять же, единственное, огромное непонятие, правда, пиво отличное и безлогонное хорошее. Зачем вот это вот дорого так? Дорого-богато. Я не понимаю, зачем это Грольш делает, честно вам скажу. Потому что вот это уровень, на самом деле, приближенный к Грольшу. У которого, знаешь, европейская версия. Это очень похоже. Только Грольш там стоит, ну, ты помнишь, да, сколько? 270 рублей, да? По сути, это очень похоже. Красиво, согласен, открыть вот это все. Красиво дымок идет. Вот это вот классно все. Я не могу найти применение. Единственное, у меня проблема в том, что я не хочу выкидывать эту бутылку. Вот что проблема. Мне хочется снять сюда этикетку и сюда переливать что-то. Что, например, если бы Денис сейчас опять заново начал варить. Варить. Делать, например, этот, господи. Самогон. Самогон, да. Я бы с удовольствием хотел здесь видеть полную бутылочку самогона. Но мне не хочется выкидывать эту бутылку, ты понимаешь? Это я тебе честно скажу. Может быть, я как-то не прав? Дядь Денис. Раньше я их собирал. Ну, у тебя целый гараж, который ты еще, кстати, не продал, да? Или ты продал гараж? Да, ни бутылок, ни гараж. А ты не продал? Нет. А ты продавал? Да. А я сегодня на Авито тоже продавал. Слушайте, я хочу сказать по поводу Авито вообще пиздец. Я действительно Авито пользуюсь постоянно. Какая хорошая интеграция была еще раз. Не, на самом деле я Авито пользуюсь постоянно. Это, я не знаю, что там, Юла еще есть там условно там. Без разницы. Вот сервисом, который продает товары, да? Я начал охуевать от людей. Так как я продаю уже лет 10 на Авито, ну что-то есть тебе ненужное, да? Куда девать? Ты же не придешь и скажешь, Дениска, а тебе нужен на GH5 боди? Конечно, нужен. Ты скажешь, нет. Завтра начну на позор полка без объектива прямо на тушку снимать. Да, но есть вариант подойти к Лене и сказать, Лен, слушай, Денис сказал, что ему тушку очень хочется за 80к. Ты возьмешь? Она такая, иди в жопу. Лучше нет. А есть платьишко? Ты же так скажешь. Я скажу, а боди возьму. Да, то есть как бы раньше разговор был какой? Боди это не то, что ты думаешь. Нет, боди это не вот эта вот ряха, которая нацепляется на все тело. Я правильно же? Или это не так? Ну, примерно, да. Ну, это какая-то хуйня. Панталоны, панталоны, панталоны. Да или нет? Ну, нет, это какая-то вот... Это, знаешь, типа закрытый купальник, у которого... Саб-зиро. Как у Саб-зиро? Как у Саб-зиро? Не надо расстегивать. Это Саб-зиро? Ну, это же удобно. Как у Саб-зиро? Правильно понимаю или нет? Я не видел Саб-зиро в полный рост. Я не видел Саб-зиро в боди. Ну, говорят, это выглядит хуже. Нет, Денис, все, давай едем дальше. Дальше у нас идет разливное. Знаешь, что меня немножко поразило? Меня поразило, что мне сказали... Мы не очень любим тему вот это живое, два года... Ой, два дня держится. Мне сказали четко. Не больше трех дней хранения в холодильнике. Я не знаю, с чем это связано. А, стоп, подожди, разливное. Это разливное, да. Все как наливали? Блядь, я первый раз видел такую приблуду. Там, короче, вот такой вот зонт. Как это называется система разлива? Не как у нас в баре, а такая, как она? Пегас типа. Пегас, типа пегаса, но такой своеобразного, с каким-то куполом специальным. Я такой просто не видел, честно. А, понятно. Короче, три дня, и тогда я могу аргументированно сказать, что три дня, скорее всего, потому что там есть контакт с кислородом. И как только оно законтактирует с кислородом, да, три дня, скорее всего, там не больше недели, скажем так, но оно жить будет. То есть люди просто перестраховываются от счастья? Не перестраховываются, они просто понимают, что... Но все равно в холоде. Во время разлива пиво начинает... Основной косяк, почему пиво долго не хранится, это контакт с кислородом. Афанасий, уважаемые, я сразу извиняюсь, что мы это взяли. Блядь, мне было любопытно. Мы не хотим. Если пиво контактирует с кислородом, оно окисляется, теряет свойства и все остальное. Поэтому, если пиво взято в розлив... В твою сторону, видел, как так сейчас плюнуло? Слушай, я немножко охуел, а даже в флоу-му это увидел сейчас, чтобы ты понял. Нет, серьезно, прям пуши был. Ну давай. Короче, если это розлив, то три дня я вполне понимаю. Нельзя окислять пиво, это понятно. Я думаю, что это лагерообразное, наверное, да, или что это? Это лагерообразное. Ребят, мой профессионал. Лагерообразное. Слушай, оно пахнет по-другому. Элеобразующее, портеросоставляющее. Давай еще что-нибудь. Нью-Ингландо заканчивающееся. Но оно пахнет, надо отметить, по-другому. Оно охмелением прям пахнет, слышишь? Хмельно пахнет. Хмельно, не люблю это слово, но хмельно пахнет здесь. Ну мне не особо, честно говоря. Ну я прям, как мне здесь чувствую. Блядь. Теоничек. А? Велик. Обычно такой мягкий, очень мягкий, очень такой, как это назвать, шершавый такой. Вот он задерживается на нюх. Шершавый, который. Ну опять же, вот знаешь, вот опять же, не знаю, можно ли об этом говорить сейчас, может быть нет. Есть такая пивоварня Василия Островская. Мы об этом много раз говорили, я даже куча раз сравнивал. Вот у них с этим были проблемы. Вот с... Оно плотное, ты чувствуешь плотность пива здесь? Оно ведь не такое легкое. Вот марочное было легче. Не могу сказать, что оно плотное. Оно не плотное, оно шершавое. Вот это какой-то новый, видимо, термин в пивоваренье шершавое с точки зрения того, что ты его пьешь, и оно задерживается. Оно такое впечатление, как кто-то цепляется за небо, за язык, и ты вот ощущаешь, что нет вот, знаешь, полнотелого пива, которое вот ты выпил, и ты чувствуешь тело пива. Оно плотное, и оно везде оседает. Такое впечатление, что вот это пиво, оно пытается зацепиться за тебя, и вот здесь вот так вот все шершавое. Брат, 160 рублей. Я не понимаю, откуда они выдавливают этот ценник. Ну, оно... Ну, да. С учетом бутылки... Ну, ладно, бутылки, но... Странно, ну ладно. Нет, содержимое это вообще как бы четкое. Ну, правда же, да? Леш, нет, ничего. Ничего, ничего сверхъестественного здесь нет. Это не надо, не надо понимать. Это не уедет. Это, 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 они больше бьют по классике. Это мы еще первый раз с тобой отметили. Пацаны бьют по классике. Они более-менее умеют делать, не то, что более-менее, а вполне себе нормально умеют делать нормальный классический элли-лагер. С точки зрения пивоварения я неоднократно это говорил. Это два, это два столпа, по сути даже, да? То, что сварить хороший кисляк, это гораздо легче, чем сварить хороший лагер. Никакой пивовар мне сейчас против ни одного слова не скажет. Вот честно. Давай, может быть, кто-то не слышал. О чем? Что в пивоварении есть два варианта пива. Первое, это эль, то есть это верховое брожение, правильно? А лагер, это низовое брожение. Это две абсолютно разные системы, насколько мне известно. Я могу ошибаться, я не профессионал, ребята. Нет, я как раз профессионал. То, с чего начинается деление по стилистикам, стилям, сортам, видам пива, это именно вот эти два, вот две штуки. Эль и лагер. Верховое брожение эль, низовое брожение лагер. Так вот, с точки зрения технологии, оборудования, сложности процесса, труд затрат времени и всего остального, лагер сделать сложнее. Согласен. Это, с точки зрения пива, это самая простая стилистика, которую можно придумать, потому что там какое-никакое тело, более-менее горчинка архмеля, и оно должно быть питкой, ты должен его упивать по 8 литров и как бы вот так вот все. Эль, это сложный вкус и ароматика, это уходы куда-то там по стилям, по вкусам, по всему остальному, в какие-то невообразимые высоты, но эль сделать легче. И любой пивовар это подтвердит. У меня вот вопрос. А почему такая страна? Помнишь историю про то, что на самом деле настоящий лагерь делается в подвалах? Не в подвалах, а в этих... Ну, не в лагерных, в лагерные подвалы. Да, да. Это раньше такое было, и по-моему, сейчас единственная пивоварня в России, которая оставила все лагерные подвалы, это крымская. Крымская, крымская, да, да, да. Это огромные горизонтальные танки дображивания при пониженных температурах. Сейчас это все делается с помощью хладагентов в центраконических ферментерах вертикальных. Можешь мне это объяснить? Ну, короче, раньше, чтобы сделать лагер, нужны были пониженные температуры, и сделать на открытом, допустим, в воздухе большие объемы охлажденного... Вот эти вот танки дображивания было сложно, потому что это огромные энергозатраты, это невыгодно, и легче было вырыть дырку в земле, туда запихать, скажем так, танк, или это сделать в скале, или в какой-то пещере, и там уже при естественной пониженной температуре добродить этот лагер. Это экономия, потому что не было техники, правильно же? По сути, не было технологий охлаждения, холодосов, вот этого всего. Да, и это, и плюс энергозатраты, то есть это стоило бешеное денег. Это экономия, по сути. Современные технологии по теплоизоляции, по энергозатратам, по всему остальному, по охлаждению, позволяют это сделать на открытом воздухе. То есть не надо сейчас рыть огромные пещеры, как это раньше делалось, и делать огромные площади по танкам дображивания лагерным. Сейчас это можно сделать все на открытом воздухе, заизолировать рубашкой теплоизоляционный центрокомический ферментер вертикальный, сделать систему теплоснабжения, которая будет отводить от лишки тепла, и сделать те же самые температуры, что раньше делались в пещерах. Можно вопрос. И это будет экономически выгодней. Можно вопрос. Подожди, но в реалиях жизни сейчас же это тоже выгоднее, чем электроэнергия? Что? Ну, вот эти подвалы, они тоже сейчас выгодны. Электроэнергия стоит огромных денег сейчас. Ну, блин, ты вырой подвал где-нибудь в центре Питера, где эта Балтика находится. Нет, хорошо, подожди, но есть огромное колоссальное количество городов в России, где, по сути, можно это сделать. Это камень должен быть. Ну, вот последний один из таких городов, где можно использовать тесные полости. Да, те же самые крымские пивоварни, которые до сих пор этим пользуются, потому что они просто могут и все. Всем остальным уже давным-давно выгоднее это сделать на открытом воздухе. Как они соблюдали температуру-то там в итоге? Ну, смотри, хорошо. Ну, там для охлаждения того помещения, где они находились под землей, достаточно там небольших теплогенераторов, которые охлаждают воздух. А, что просто не максимально большое количество. А на открытом воздухе, чтобы тебе охладить там 200 тысяч тонн этого сусла, это... Я понял. Ты, по сути, кондер использовал просто как для поддержания вот этой температуры. Да. У тебя естественная прохлада внутри земли гарантирует нормальную температуру твоего продукта, лагеря в том числе. Все. Ну, я думаю, Афанасий вряд ли это делает, конечно, так. Но я хочу сказать... Ну, может быть, и неправильно, но... А мы что начинали? Мы начинали с того, что я надевал в себе еще пиво. Не, прикольное, хорошее пиво. Я такое пиво готов пить. Это, знаешь, вот мы сейчас, честно вам скажу, правда вам скажу, есть моменты, когда устаешь от пива. Это правда. Потому что пиво DDR и вот эти все. То есть и по... Оно вкусно все, правда. Дозировано вкусно. Но когда есть момент перенасыщения этим пивом, да, хочется чего-то такого... Корона с лаймом. Ну, вот корона с лаймом тоже подходит, кстати, под этот... Вот честное слово, честное слово. И Афанасий подходит под эти критерии так же. Потому что это просто хорошо сбалансированный пивас. Без каких-либо тех фруктов, охмеления. Мы просто не... Отчасти мы зажрались, правда. Но это немного приелось и хочется чего-то более легкого и питкого. Это... Это опять же не я. Это Айкос. Господи, сколько интеграции, а? У меня вопросов к этому пиву ровно ноль. Целых ноль десятых. Хорошее, вкусное пиво. Не знаю. Вантапт использовал. Что? Вантапт. А я не знаю, как это вантапт. А, слушай, а может, правда, можно в тапки посмотреть, сколько это пива-то? Ну, ты пока наливай следующее. А если в закрытую? А, Лена, а я в закрытую ничего плохого не могу сказать. Я готов в закрытую протестить это, например, с масс-маркетом. А давайте тогда вчера. Скажи, у них оценка 3,08. Но здесь всего 106 дегустаций. Но 3,08 это прилично. А вот пятерку кто-то ставит. 2,75. А кто в комментарии-то пишет? 1,25 почему-то поставили. 3,70. 4. 3,25. Очень питкое, вкусное, насыщенное соло. Литр 180 рублей. Видишь, где-то 180 стоит. Темное. Экстрактивность 11, алкоголь 4,5. А от меня не ждите хороших этих самых. Я темное, как бы, очень спокойно к темному. Ну что, здесь карамель. У меня вопрос, почему они используют эмблему бременских музыкантов? Ты имеешь в виду, что корова на свинье, свиня на овце и тому подобное? Ну, наоборот. Петух на свинье, свиня на овце, овса на корове. А так, да. Любимый мультик. Знаю досконально. Где-то есть еще принцесса, которая там что-то поет. Непонятно, кстати, почему. А здесь тоже? Да. Не мое. Не мое тоже. Немножко, чуть-чуть кислит. Это, знаешь, что такое? Это темный лагер. Это, короче, лагер, который сделан с жженым солдом. Это то, что я не люблю. Это вот... Это как пшеничка. Немецкие сорта пива, типа данкели. Вот это вот все вот темное. Нет, оно легче, на самом деле. Я просто это не люблю. Я даже не берусь это оценивать. Я просто не люблю такую стилистику. Ну, нет. Тоже не мое. Оно без дефектов. Никаких дефектов здесь нет. Да, не в обиду как бы Афанасию. Дефектов нет. Все хорошо. Мы не оправдываемся. Пацаны сказали, сказать, как есть. Все. Ну, как есть. Это просто не мое. Я не люблю эту стилистику. Данкели это, блядь. Для меня это зашквар. Я, честно, темное пиво для меня это стал. Плотный, хороший. Может быть, мадмарин, если есть. Нормальный, если. Что? Мадмарин, он питкий, но при этом он очень сбалансирован. Я про мадмарин. Но мадмарин это то, что это апемия. На самом деле, ребята, я тоже многим объясню. Пиво, которое мы сварили, это, естественно, классно, здорово. Это проработанная очень схема. То есть, это схема двойного стаута, легкого, неплотного. У ребят был такой экспириенс с черникой. По сути, просто вместо черники добавили мандарина. Мало добавили, сука, пожизились. Прекрасно понимаю. На мой взгляд, я все чувствую. Все шикарно. Мне, как раз в плане мандарин, норм. Но вот количество, состояние плотности, мне бы хотелось немножко побольше. Опять же, может быть, когда-то будет версия 2.0, мы его сделаем, конечно же, поплотнее. Что касается этого пива, это нормально на любителя. Если вам нравится вот дункер, вот эта вся история, да? Если вам нравится пшеничка темная, знаешь, вот эта вот... Германская, которая как вода. Есть, да, есть люди, и это нормально. Это вкусовщина, каждому свое. Но мне, вы знаете, по выпускам, что пшеничка темная, что... Не мое, честно. Не мое. То ли мне плотности не хватает... Да я не понимаю, что меня от этого ждать. Я пью такой, блин, вроде немножко терпкость такая, знаешь, как от портера, да? То ли бац и какая-то питкость. И вот это вот не стыкует сама Леха. Мозг отказывается это понимать, на мой взгляд. Мы как что сделаем? Портер давай напоследок оставим. Потому что портер, он все-таки такой... Ну, красиво, сексуально. Блин, надо было это снять, красиво смотрелось. Опять же вот эти вот... Опять же вот эти бутылки. Леха, если смотришь, родной, писай мне в личку, пожалуйста. Сколько? Я просто... Мне интересно, правда, сколько может стоить... Такая... Хотя, если его затаривать огромным количеством, может быть и норм. Леночка, Занька, слушай, можешь вот в этом месте найти два бокала еще? Вот портер. Таких типа вискарных. Спасибо, да, ты же посмотрел, почему говорю. Да, посмотришь. Ну, вкус немножко... Запах другой. Вот в это вот первое. Там типа вискарного такого, найди, пожалуйста. Это у нас... Блин, вот. Крафтовый... Крафтовое пиво светлое. Да, как и первый раз, я скажу сразу по названию. Меня немножко это отторгает. Почему, вы спросите? Крафтовое? Что такое крафт? Крафт это сделанное руками, да? Это крафтовое пиво, вот понятие, оно достаточно размытое сейчас стало. А что, это вы ногами сделали? Ну, правда, не без обид каких-либо, просто слово крафтовое у меня немножко выбивается вот из лексикона. У меня такой крафт. Ага, сейчас что-то будет кислить, нет, слишком сильно горчить, или что-то будет экспириенс какой-то. А по факту, я сейчас попробую, я уверен, что это будет... Да, это будет нормально, но это L. Вот, он больше похож на вот это. А хотя, может, это одно и то... Слушай, Денис, может быть, вот это и вот это одно и то же? Вот, скорее всего, вот это я зря взял. И вот это, и вот это, по-моему, одно и то же. Оно реально такое элевое. Ну, вот это сильно отличается. Что? Вот это от этого. Нет, нет, это очень похоже. Наверное, зря я взял, это правда, это, наверное, одно и то же. Но очень похоже. Ну, это нормально, а потом? Нет, нормально, ты, ну, ты, конечно, Лена принесла бокал. Слушай, по факту, да. Это очень похоже. Вот это я могу отличить, вот сильно могу отличить, вот это вот не могу. Крафтовое сверху пиво. У них есть отличное охладить до проявления термознака. У нас термознак есть, да, то есть оно охлажденное. Классно сделано. Опять же, великолепно. Я потом бы, вот, выкидывать вот это, я не стал бы. Сюда потом зальется шикарно какой-нибудь самогон, вискай, там, не знаю, что угодно. Это камень, да? Что? Камень. Что? Ну, вот, на этикетке. Да? И по цвету, как крафтовая бумага, знаешь, такого. Лена, сколько там осталось? На камне что-то написано по-гречески, кстати говоря. Слушай, а ты срвал на камне, как ты вообще, вот, как ты оцениваешь? С одной стороны 21 литра. А, все, отлично. Но такой бы я не смог, он слишком большой. Ну, и ты, брат, не маленький. Если вот, как-то, вот, поменьше, да? Любишь фракцию поменьше, я понял, хорошо. Ну, давай, да ебывайся дальше. А вы в этом году в Крым едете, кстати? Да, знакомо. А, отлично. Денис, я тебе из Таиланда привезу что-нибудь. Камень. Хочешь, я реально замолчу, что я тебе к камню привезу? Только чистый. Обещаю. А, в смысле, вот такой? Не, я имею в виду не обосранный. А, нет, нет, я-то не грешу этой темой срать на камне. Ты что? Не, я тебе привезу. Не, в Таиланде можно этим погрешить, потому что некоторые виды еды в Таиланде заставляют тебя пойти в туалет буквально через 5 минут после того, как ты из ресторана выстрел. С чего? С чего ты ходил там насрать? Бля, в Таиланде просто со всего можно. С том яма? Даже в некоторых местах из том яма. Я с Макдака там как с... Макдак меня там лечил. Знаешь, когда у меня третий день поноса, и понимаешь, что надо с этим что-то делать, прекращать, потому что ты приходишь на пляж, и ты знаешь, где находятся ближайшие туалеты там на протяжении 300 метров от места твоей лёшки, это плохо. Лёшка? Лёшки. А, лёшки. А, вот это вот всё. Ну, я боюсь. Сука, я не вижу такой отдых. Ты берёшь мотороллер. Мотобайк. Едешь в ближайшую Макдачную, которая находится где-то там. Макдачную, блядь. Или европейский, любой ресторан, где дают хоть какую-нибудь херню общеевропейскую, там сжираешь всё, что ты можешь, и на ближайшие два дня у тебя с пищеварением всё становится норм. Я ехал всегда в место, где продавали пельмешки. А в любом месте есть пельмешки. И прям... Они там называются гьозы. Нет, именно русские, русские. Русские. Почему у тебя русские пельмени называются русские? Потому что мы русские, русские, не обманывайся. Больше в Таиланде, да? Ты будешь с Бродва? Блядь, я обожаю эту сцену. Мы русские, русские, не обманывайся. Ну там не обманывай, по-моему, не наёбую. Ну, короче, пельмешками ты себе пищеварение не улучшишь. А вот Макдаком улучшишь. Ну, я не знаю. Пластмасса впитает всю ту дрянь, которую ты съел. Весь с этим тоньямом. Пиздюлю. Ты видел? Это как вот активированный уголь. В Макдажке. Это не с точки зрения еды надо использовать. А с точки зрения абсорбента. Да, я следующую игру проведу. Ты видел Макдональдс и Биф Алярус? Да. Это просто две мои топчанские. Я Макдональдс, честно, многие пиздят пластмасса, пластмасса. Я к этому отношусь как к бутербродам, которые можно съесть раз в месяц. Мне кайфово. Биф Алярус это вообще кетчуп, блядь, охуенно вкусно. С тёмной булочкой. Говно, понимаю, говнище. Лучше это то, что делают у вас рядом с домом. Естественно, я согласен с этим. Но Макдональдс, если бы Макдональдс заказал у меня рекламу, я всегда говорю, я рекламирую то, что мне нравится. Всегда на грилькове. Если бы Макдак мне закал рекламу, я бы сказал, пацаны, почему так долго? Почему вы так долго шли к этой рекламе? Доширак уже смог, а вы-то где? Доширак уже, вот Доширак, что-то, по-моему, рекламу я ждал 3 года. Я реально, просто... То есть ты канал не открыл, а уже ждал рекламу Доширака? Ну, потому что я люблю эту лапшу. Ну, а что, Роллтон, ты за Роллтон топишься, ещё скажи. Ты что, дурак, что ли? Вот о чём я и речь. Смотри, как много интеграции. Я боюсь, что это последняя реклама поносить. Ну, не реклама, а дружеская реклама, конечно. Короче, вот по ощущениям, по моим мы о камне говорили. А, по Таиланде мы говорили. Блядь, а я уже мысленно улетел, кстати, на самом деле. Так хорошо там. Я обещаю, если всё нормально, если нормально буду чувствовать, я отпущу вас, куда вы там захотите, на недельки, на две, правда. Ты сейчас ко всем зрителям обратился. Ребят, на самом деле Денис заёбывается пиздец. Я его безумно уважаю, потому что изначально так говорено было, что он будет заёбываться. Но я реально понимаю, что человек с сентября... Денис заёбывается больше. Как я вот так делал обычно? Гривы помотал. Гривы помотал, да? Лен, ты вообще просто... Железо. Короче, вот это и вот это одно и то же. Думаю, что я зря, наверное, взял подъебать. Я хотел больше подъебать, конечно. Ох, оно откручивалось, оказывается. Ох, оказывается, да. Давай. Оп. Хуем в лоб. Давай дальше. Как я сейчас и сделала? Ты видел? Раз, 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 вот она здесь. Слушай, мне такое чувство, что Афанасий – это стекольный завод. Хуево. До тебя достаточно поздновато доходит. Не, я просто сидел и охеревал, насколько я охеренен, когда вот так вот раз, раз, раз сделал, поймал и потом показал. А, ты то же самое пробовал. А, ты это увидишь. А, да? Я вот кинул, он дзыньк там сделал, она ее поймал, закрыл, ты такой, опа, раз, вот она. Да ладно. Да. Блядь, ребят, это ебучая магия Хогвартса. Не зря он рыжий, без тыжий. Давай. Мы сейчас снимаем, на самом деле, 100 мегабит у нас. Я знаю, я знаю, что каждый из вас посмотрит, скажет, блядь, да что эти лохи снимают, блядь, на айфон. На самом деле, Лешка заебывается, Лешка по, может быть, Лешка не особо заебывается по выездам, блядь, в Островицу, потому что сложно, блядь, снимать, когда тебе не могут убрать полностью звук. Но мы стараемся, мы стараемся, мы работаем, мы понимаем, что мы уже не топовые, что есть гораздо лучше пивные шоу, но... Представим, что ты завтра не снимаешь. Бар? Нет. Канал? Ты ее нажрала с дерьми, чем закрыла канал. Воу. Ну, допустим, подошел. Ну, да ничего не особо, ну, как бы, я буду скучать по этой атмосфере, потому что мне... А красиво у них, а мы не будем скучать? Ребята, а спросите, Сужит, можешь ты спросить? Я не готов. Да, слушай, зачем вам об этом говорить? Почему нет? Я буду скучать часто. Только хейтеров? Слушай, я буду... Да, Сужи, я хейтеры, как бы... У меня просто, знаешь, у меня... Я сейчас пропизжусь, ребят. У меня всегда не то, что к хейтерам, я просто понимаю, что за этим всем стоит. Все думают, мы поехали, да, что-то сделали, и типа все-таки, да нихуя в этом не делали, ничего не происходит. Я понимаю, сколько стоит отмены дел здесь, то, что я мог там, условно, заработать, да, то есть, чтобы улучшить свою жизнь, да, то есть, это очень круто, что в YouTube мы зашли уже достаточно зрелыми. Мы не особо прикормлены, нам неинтересно, ну, как бы, интересно с хорошими ребятами сотрудничать, да, то есть, есть Афанасий, есть Пенопак, есть еще ребята, вот, говорили, Кови есть дофигища ребят, то есть, это классно. Блять, ну, ты, конечно, мудак, блять. Вот, а с точки зрения того, что проебали много, и у меня я еду туда с очень положительными ощущениями, что, блин, вот сейчас будет так здорово все. Я получаю комментарии, я думаю, я честно, у меня аж прям вот до морозки, я думаю, да пошло все нахуй. Мне порой хочется, правда, все это закрыть, и не начинать, и вообще все, потому что люди не понимают, что здесь я стараюсь быть самим собой. Оказывается, сам собой я не особо нравлюсь кому-то, все думают, что я нихуя не делаю, ленюсь, там, Денис, самый пиздатый, и мне это приятно, что мой друг такой, он действительно трудоголик, и все, но, да, да, опровергаемся, что ты сказал, на корню, блять. Короче, есть вещи, за которые мне, мне порой хочется быть действительно серьезным, и, поверьте, я могу быть, я могу быть таким, я могу быть очень сжатым, вы охуете, насколько, Да, это будет неинтересно, мне хочется здесь раскрепоститься, мне хочется здесь дурачиться, мне хочется здесь быть тем, кем я являюсь. Я ребенок, и если вы зрелый человек, который не может, я сейчас подбирал слово, заметьте, вы можете понять, какое слово я должен был сказать, так вот, мне кажется, что каждый из нас должен быть ребенком в душе. Вот и все. И вот здесь, вот, смотрите, ну, посмотрите на него, ну, лапочка, залом напачкал, тут что-то, на, сука, блять, получи, как говорится. Вот, так что, как-то так. Я ни в коем случае не обижаюсь, никто каналы закрывать не будет, я без, если бы не было бара ТБП, в котором я могу лично пообщаться и лично послушать какие-то негодования почвы меня или Дениса, это был бы один разговор, а сейчас у меня есть возможность услышать аудиторию, вот и все, это здорово, я вас люблю. Мы наполнили стаканчик салфетками. Да. Итак. Я не могу кинуть, пускай там стоит. Старомонастырский. Ну, ты, конечно, вот сейчас усложнился, злачу резюме. А ты слышал, о чем я говорил хотя бы или нет? Я занимался своими делами. Ну, Динь, ты скажешь, что это не твое, опять так же, как и я, скорее всего. Скорее всего, это вот это же. Оно очень похоже. Оно чуть поплотнее, пожалуй. Может быть. Здесь горчинка больше. Горчинка больше, чем здесь. Это как темный лагерь. Это уже охмеленный темный лагерь, на самом деле. Очень похоже делает... Это очень похоже на Schneiderweiss Dunkel. Ну, очень схоже. Я вот буквально неделю назад просто его пробовал. У нас, короче, такая тема, когда я за барной стойки, я не знаю, как у Дениса это происходит, почему-то все на барной стойке пьют, покупают пивко, все-таки, будешь? Я говорю, буду. И вот как-то это странно все происходит. Ну, буду не в плане там пол-литра, нет, чуть-чуть попробовать. Я, брат, забиваю все это чекинить. Вот это мне больше, наверное, даже отчасти нравится, чем вот это. Оно поплотнее, оно с горчинкой. Я еще поболтаю? А, нет, поговори, поговори. Ну, расскажи, что попил, ты думаешь? Нет, ты уже наболтал тут, блядь. Для меня вот это вот... Это для тебя, расцветы и туманы. Можно я Наташкину песню спою? Давай. Та-та-та-та-та-та. Короче, я рассказываю вам, это инсайт, вы можете ебашить это все в комментарии Грилькова. Я Наташку очень люблю, это моя тетя. Если кто не знал, там, твоюрная, троюрная сезда какая-то, я в детстве ее называл Тата. Ну, с детства, то есть это, ну, где-то лет, года два назад. Закончилось. Да, да, да. Не, на самом деле, ну, мелкий, когда был, типа, там, год, два, три, четыре, она меня один раз копала, ну, купала в бочке, когда я обосрался в манеже. Эта история просто достаточно многие знают, кто смотрел, по-моему, что-то там, блядь, какой-то... А, про Сидор, по-моему, выпуск был. И когда мы... Кто из нас не обсирался при Наташе, да? Да, как говорится. Пожалуй, только Лена. Она... Да. У тебя будут шансы. А может, нет? А может, нет, а может, да, может, это все слова. Так вот, в чем прикол? И я, Натаху, мы когда приезжаем снимать Грилькова, я всегда пою. Ну, короче, я зачем-то делаю? Я могу размять связки. Я понимаю, что многие скажут, что до какого хуя, ты еще дурак, блядь. На самом деле, очень устают. У меня вот сейчас прям, ну, правда, я очень много разговариваю. Возможно, это минус, возможно, плюс. И я пою песни Наташи. И я, все-таки, я, короче, сочинил новый трек, ребят. Шазамти. Вначале старый. А какой старый был? Та-та-та-та-та-та. Нет, который там... Ой. У меня в бочке там вот это все. Да, это вот как раз он и есть. Нет, а до этого был другой. Ой, так это же просто... Это было просто мимолетное видение. Там очень много треков, короче. Один из понравившихся мне Шазамти. Та-та-та-та-та-та. Та-та, не топи меня в почки. Та-та-та-та-та-та. Я же отморожу свои почки. Блядь. Ну, блядь, я понимаю, что это полная хуйня. Но я так ржу. Она просто так бесится, когда я так говорю. Она такая, сука, лучше бы я тебя затопила. Хоть вместе с этими глистами, которые... Вместе с этими... Не глистами, блядь, ты дурак. Какие глисты, блядь. А с чем? Это, блядь, головастики. Какие, нахуй, глисты в бочке. Почему они? Потому что с тебя выползли. Блядь, а ты точно... Вообще точно из индустрии. Короче, не знаю, но это нормальное пивко. Но с него прям прет. Мне кажется, вообще шикарно все. Два круга смотрят на нас. Самый лучший оператор. От боженьки. Все, волчу, блядь. Ой, все. Ну, давай, ты что-то сказал, нет? Конечно. Более плотный, чем темное разливное. Не, серьезно. Ой, темнее... Темнее, чем вот это, так сказать. Темнее темного. Темнее темного. Нет, на самом деле это плотнее, чем вот это пиво разливное было. Такое чувство, что солод чуть-чуть пережжен был, потому что остается небольшое послевкусие. Лагерная основа, на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь. Ну, я имею в виду, что питка есть, как у лагера у этого. То есть, нет такого ощущения, что это какой-то такой тягучий. Знаешь, когда мы темное пиво сейчас, я вот ли вижу, я такой думаю, блядь, сейчас оно будет вот течь, сука, медленно. Нефть. Это очень питка. На мой взгляд, это очень питкое пиво. Для любителей карамельки, жирного солода, это самое то. Без каких-либо этих самых ненужных запчастей, скажем так, в пиве. Без дефектов вообще. Да, без дефектов. Итак, портер Афанасий. Давай. Ну, раз уж ты тут все... Ой, слушай, ты весь в блестках. Ты тоже. Да? Да. Откуда они? Ты не поверишь. Новый год за... А, там снег пошел. А сейчас принимал еду, там снег пошел. Принимал еду. Ты уже жир в улице без нас. Просто дело в том, что... Ребят, просто дело в том, что я работаю на пищеблоке. Принимал еду. Я принимал еду. А ты топил у меня в бочке. О, опять я видел. Блядь, нам было в слово мозг уехать. Давай. Ну, блядь, здесь опять... Вот у меня, как всегда, вот здесь вот нет вопросов. Блядь, портер Афанасий, это... Это вот оно. Ну да, я надо сказать, что я тоже портер часто покупаю. Я на самом деле, если серьезно, самое частое, что я беру, это марочное, но другое и портер. Ну да. Ну, портер, блядь, ну просто без вопросов. Не, портер охеренный. Здесь мы сидим, рассказываем о том, что, боже мой, ну что можно рассказать про хороший евролагер? Ничего. Солодовое тело, мало хмеля, мало алкоголя. Мы его можем выпить литрами, пятью, восьмью, восемь литров легко. Под хорошую закуску, жри весь вечер. Без разницы вообще, все, что вокруг происходит. Очень хорошо. Евролагер. Ну, сложно рассказывать о евролагере. А вот когда начинается портер Афанасия, начинается вот эта вот история. Слушай, а ты нажрался, брат. Ни хера, ни хера. Ладно, хорошо. Не, портер шикарен. Вот здесь мы можем поговорить и о солдовом теле, и о карамельной составляющей, и оно плотное. Блядь, насколько это хорошо сделано. За ту цену, за сколько это продается. Это 80, по-моему, или 90 рублей. Вот абсолютно ровно нормально. Вот, ну что, мы были скучными говном. Это масс-маркет, Денис, это масс-маркет, не забывай. Мы такие, блядь, что об этом можно сказать? Там нет дефектов, там ничего нету. Там просто ничего нет, там хорошо. Ты мясо ешь с этим, рыбу с этим. Ну, можно есть рыбу с этим, а мясо с этим. А можно овощи есть и с этим, и с этим, и с этим. И ты сидишь и думаешь, блядь, дефектов нет, ничего нет, все хорошо. Как об этом объяснить? Просто хорошо. И начинается портер. Ты берешь портер и такой... Ёб твою мать, как это делать за эти деньги? Да, это хорошо, это правда хорошо. Вот как? Это все, что я могу сказать об портере Афанасии. Портер это прям... Ну, я не любитель портеров. Это очень хорошо. Ну, правда, ну, попробуй. Ну, вот честно. Это немножко вот такое, не твое, скорее всего. Ну, мне кажется, тебе больше нравится, чтобы в сладость уходила. Оно, вот немножко жёночка есть, но она здесь в тему очень. Смотри, значит, вот марочное безалкогольное не знаю, потому что люблю... Сразу буду говорить. Люблю классических женщин. Теперь ты. Безалкогольное марочное лучше, чем большинство сортов безалкогольного пива, которое продается в России. Реально лучше, потому что оно чувствуется и пьется как пиво. Все, что могу сказать. Может, это связано с тем, что там всё-таки до 0,5 алкоголя. Может, это как-то взаимосвязано. Слово праздничное не совсем понимаю, почему применимо к данному. Это очень хорошо, но это лагер. Я вижу это с кальмарами, с рыбой, с чем угодно, с едой даже, с мясом. Это хорошо. Это евролагер, лёгкий, на мой взгляд. Икра воблы, 5 литров, просто на ура. А пузырь, пузырь там должен быть? Пузырь сжёный, да, на спичках. Разливное. Опять же, для меня это касается вот это. Это аналог вот этого. На мой взгляд, это одно и то же. Зря, наверное, мы взяли. Разливное, красиво, бутылка. Если есть вариант брать разливное, берите разливное. Это хорошо. 160 рублей за литр пива в этой бутылке, это красиво. Это красиво. Прийти в баню с такой бутылкой к приятелям, такой оп. Главное, не уронить мыло, как говорится. Извини. Всё испортил. Что касается тёмного, это не моё. Не моё тоже, к сожалению, правда. Даже говорить ничего не было. Старомонастырский Эль. Нет, опять же, если нравится, надо брать. Ну, как бы, тёмное нравится, берите. Дункеля, вот это вот мюнхенские всякие темы, вот эти две, это вам зайдёт. Это говорил уже, это аналог вот этому пиво. Портер, моё почтение. Моё почтение, это шикарно. Афанасий красавцы. Ребята, вот такой вот выпуск получился. Ну, как можно обосрать то, что, в принципе, хорошо? Ну, серьёзно. Ну, невозможно. Это абсолютно невозможно. Это реально очень неплохо. Масс-маркет, ещё раз повторюсь. Вот такой вот выпуск получился. Ссылки на акцию от марочного праздничного будут в описании. Пацаны красавцы. Ребята, если из Афанасия будут смотреть, может быть, что-то не то сказали. Вы сказали, говорите правду. Мы её сказали. Тёмная так себе, ну, касается вот этого. А так, в целом, всё очень ок. Правда. Как брали, так и будем брать. С вами был... А, ну чё? А я думал, что-то пиздануть хочешь? Нет. А давай сегодня ты и закончишь. Давай. А с вами был, как всегда, Грильков, основатель канала Грильков. Грильков, основатель канала Грильков Лайв. Будущий канал ТБП. Существующий канал ТБП. Денис, соведущий канала ТБП. Нет, уже не соведущий. Уже не соведущий. Ты уже, брат, ты тут уже боженький. Ты мне сказал, заканчивай. Давай, давай, давай. Всё спутал. Короче, шалом алейкум. Счастливо. А, ребята, с вами был, как всегда, Денис. Алексей. И Теория Большого Тьба. Мохнатка в последний раз. Всё, ребята, за последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз ты заебу с глаз. Ну, помнишь эту песню? Кто это пел? Мальчишник. Да, мальчишник. Последний раз ты со мной. Последний раз я твой. Последний раз. Слёзы из глаз. Я могу только причастать. Нет, слушай, я с ней ничего не делал. Всё, ребят, пока-пока. Счастливо. 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 Счастливо.